Теплый суп для 91-годовой бабы Ганны Наталья Игнатович, готовя мальчатый день, уже который год запар. Пожилую одинокую жанжину Борковский социальный работник наведывает и целиком обслуговывает параллельно с еще трима вязковыми пенсионерами. Усеяны одиноко проживающие люди. Самотные, как говорят тут. У Ганны Герасимовны своих детей нет, только племенники. Муж помер 18 годов тому. Социальный работник Наталья Игнатович для ее как родная дочка, уже на протяжении 14-ти годов. Наташка, как дочка, нехай ей Бог благословит. И дрова, и воду, и сырая, и мые. Все, все, все вона. Не глядя на працонный график, у святой выходные до этой, а мальчатой неведущей, со слабым слыхом жанчины, она приходит что дня. Приносит продукты, кормит, прибирает и обовязково размовляет. Признается, для каждого из ее подопечных степлення и щиро износинов не меньше потребные чаканы, чем теплая домашняя ежа. Старому человеку 80, 70, 90, ориентироваться в этом пространстве и времени очень тяжело. И вот надо, вот было тяжело помочь им сориентироваться в этом современном мире. Ну так, а когда уже с человеком работаешь 5, 6, 7 лет, друг друга понимаешь, проще. Так отбылось из еще одной подопечной Натальи, 85-годовой Софии Андреевной Селюжицкой. Не глядя на великую семью, где есть двое детей и восемь унуков, правнуков, пенсионерка частей бачить миновито своего социального работника. Нянька, мамка, яйка, сестричка, еще уже я не могу, как сказать, потому что на день и два разного. Она для меня, как моя правая рука, потому что у меня в доме живет сын с семьей, дочка с семьей, как бы не получается каждый раз приехать. Стать дочкой для одиноких состарелых одновязковцев Наталью вымуслили обставины. В 14 году у Тамуры организовали мясцовое сельгазпредприемство и поустало пытание по шуку нового працованного места. Сегодня об своим выборах женщина не шкодует. Когда я к ним прихожу, они не просто рассказывают мне о своих болезнях, заболела ли я, они же спрашивают у меня. Может даже в первую очередь иногда спрашивают. Ну а как ты ночевала, Наташка? Уся Гоупинским районе сегодня на хатнем обслуговании находится 532 человеки пенсийного взрослого, с которых больше за сотню одинокие люди. Каждый из них замоцованный за певным социальным работником. Их сегодня 113 человек. Главной целью работы нашего отделения является дать возможность пожилым людям максимально продлить свое пребывание в привычных для них условиях. То есть у себя дома никуда не переезжая, не покидая своих привычных мест. Гэта не просто праца. Гэта ладжиття. Дежчирая удержанность и повага дорожай за гроши. Ихай сабе неродные, а лежитцем и лёсам породненные чужие люди. И гэта мацней закровные совязи. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзин, Александр Дзьяченко, телерадиокомпания «Брест». Спасибо. 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 Спасибо.